Он постоянно обучается, он постоянно активен, он постоянно находит что-то новое. Он не зацикливается на чём-то одном. Да, у нас сейчас такое сложное время. И говорил недаром, что это турбулентное время, которое нас постоянно подкидывает куда-то. Да, вот как самолёт летит, бах, что-то новое, бах, что-то новое, бах. Вот и лето прошло, да, евро пятьдесят, доллар сорок. Постоянно что-то новое, постоянно надо уметь лавировать, лавировать обстоятельствами. Что нас закаляет больше всего? Трудности, да? Безусловно, трудности. Надо никогда не бояться совершать ошибки. Ошибки нашего учителя. Ну вот я не знаю, увлекается кто-нибудь, но вы ещё всего возраста, может быть, и вряд ли увлекаетесь. Экстремальным вождением. Я недавно увлекся экстремальным вождением автомобиля. Это вот они гонки, да? Экстремальное вождение автомобиля, пожалуйста, в Москве попробуй. Выйдите, вот тебе будет экстремальное вождение автомобиля. Это из-за примеров. Прежде всего, это задача, да, которая, ну, она трудная, да? То есть самое простое, чему можно научиться? Ехать по прямой. От точки А до точки Б. Вот выехал на шоссе, ещё и когда там никого нет, вот ты отъехал от точки А до точки Б. И приехал, да? Другое дело, если ты поехал на ралли по пересечённой местности, по бездорожью, да? Это уже сложнее. Но! Кто будет легче водить по прямой? Конечно, мы тоже. Тот, который трудности преодолевал, правильно? Кто будет легче водить по пересечённой местности, по бездорожью, да?